О том, что люди выстраиваются в очереди с утра для того, чтобы купить валюту, хватает и не всем. Ну и вот даже глава Национального банка 200 долларов. Недавно, вот перед этой поездкой в Вашингтон, не смогла купить. Как это было, наши корреспонденты? Девушка, мы хотим 200 долларов купить. А почему вы делаете вид, что вы нас не видите? Вот так безрезультатно завершилась контрольная закупка Валерии Гонтаревой в одном из коммерческих банков столицы. Чтобы сбить ажиотаж, в конце сентября Национальный банк разрешил продавать в одни руки максимум 230 долларов в день. Чтобы в кассах всегда были зеленые, банки каждую неделю покупают в НБУ около 100 миллионов долларов. Но их по-прежнему нет. Девушка, мы хотели всего-то 200 долларов у Вас купить. В чем проблема? Мы тоже попробовали купить доллары. Утро. Один из государственных банков в Киеве. За час до открытия у дверей ждут несколько человек. Один из них составляет список очередников. Уже записано 13 желающих. Так а по сколько дают? 100 евро стоит. И на сколько хватает? На 15 человек. В разговоре не на камеру менеджеры этого банка рассказали. В очереди ежедневно видят одних и тех же людей. И эти люди хорошо осведомлены в финансовых делах банка. Полторы тысячи долларов, полторы тысячи евро. И не привозят они здесь. А вы с ними какие-то связи там имеете? Простая схема, позволяющая украинцам со смекалкой без особых усилий заработать на кусок хлеба с маслом. Он покупает по 13 гривен в банке и продает на черном рынке, пусть даже по 15, для круглого счета. Две гривны на доллары и 200 долларов в руки. Это 400 гривен спекулятивного дохода. И таких 10 человек, например, уже 4000 гривен в день. Умножаем на 20 рабочих дней, уже 80 тысяч гривен. Банковским клиентам это тоже выгодно. Вот типичная ситуация, о которой пишут на финансовых форумах. Наблюдала сегодня ситуацию продажи доллара в банке. Привезли валюту. Зашел к кассиру начальник отделения. Она ему половину кучки долларов отсчитала. Он ей папочку с ксероксами паспортов. В результате людям начали продавать вместо 200 долларов только 50. Из-за нехватки валюты. Чтобы купить валюту по официальному курсу 13, нужно либо везение, либо хорошая осведомленность, какие банки получили порцию долларов от НБУ. Искать в уличных обменках бесполезно. За день мы обошли с десяток обменных пунктов в столице. Везде одна и та же картина. Здравствуйте. А есть у вас доллары? А вообще бывают или нет? Очень резко, да? То есть это если только кто-то сдает, я так понимаю? А в этот обменный пункт стоит очередь. Деньги есть. Секрет прост. Здесь торгуют долларами не по официальному, а по рыночному курсу. Сейчас быть законопослушным значит работать себе в убыток, рассказывает хозяйка одной из столичных обменок. Курс, например, доллара на прием 12.90, на продажу 13. Эта маржа, она вообще не покрывает никаких расходов. Потому что взять ту же аренду за пункт обмена валют, например, которая на данном этапе стоит от 5 до 15 тысяч гривен, плюс зарплата кассира, плюс еще другие расходы поточные. Вдали от столицы санкций Назбанка боятся еще меньше. В Черновцах, например, с валютой проблем нет. Продают сколько хочешь и без документов. Доллары есть на продажу у вас? Есть, да? А 500 можно купить? 500 будет, да? А по какому курсу? 14.45, да? Документов, паспорт теперь уже не требует, да? Валюта в стране есть. Нет доверия к банковской системе, плюс вот эти ограничения, которые действуют сегодня на банковскую систему, они сами отталкивают. Для того, чтобы действительно был позитивный эффект, чтобы Национальный банк за один день продал 500-600 миллионов. А те, что вы даете там 50-60, вы только делаете гирше. Чему? Получается, в одном обмена, который есть, в другом нет. Начинается какой-то ожиготаж непотребный, и за без того, чтобы успокоиться, на потоке паника возрастает. Фактически мы видим возвращение к середине 90-х или к началу 90-х годов в плане курсовой политики. Мы видим с вами возрождение реального черного рынка. Мы снова вспомнили это слово «менялы». Люди, что называется, из-под полы торгующие валютой. Они и сегодня, как в далекие 90-е, стоят на тех же хлебных местах. Такой вопрос, мужики. Я там машину собираюсь брать где-то в недельке через 2-3. Можно у вас как-то там со скидочкой 10 купить? А сколько курсов тогда будет? Сколько в полку, подумаешь? 14-18, на данный момент. Так мы не знаем, что будет в неделю. Нередко уличные валютчики работают в паре с кассирами из ближайших обменок, которые за небольшое вознаграждение правильно направят клиентов. На базарах, вокзалах и в ближайший подворотне меняют, как правило, небольшие суммы. До 1000 долларов. О сделках покрупнее договариваются в интернете, на специальных сайтах. Вот, к примеру, здесь фигурируют суммы купли-продажи от 800 долларов до 100 тысяч зеленых. Все анонимно. Указан только телефон, иногда имя. Схема такая. Звоните по указанному номеру. Если сумма небольшая, скажем, тысячи две долларов, вам предложат подъехать в один из пунктов обмена и скажут кодовое слово, по которому вам продадут валюту, естественно, по завышенному курсу. Если купить-продать нужно 10-15 тысяч, назначат встречу в банке с соблюдением конспирации. Если сумма десятки, сотни тысяч, привезут, куда скажете, в бронированной машине и с охраной. На черном рынке, если вам нужно, можно для вас купить 10 миллионов долларов за 10 минут. Это не проблема. У нас, сгідно официальной статистики, на украинском рынке обращается 90 миллиардов годовых валютов. После неудачного похода главы Национального банка в обменную кассу, НДУ вместе с милицией объявили охоту на валютных спекулянтов. Мы провели вместе с Министерством внутренних справ проверку 21 обменного пункта и кассы банков и выявили близко шестих порушений, в частности серьезные порушения. Мы вскрыли три конвертационные центры. Нарушителей в НБУ грозят лишить лицензии на валютные операции. А населению обещают, через месяц-два зеленые снова можно будет купить свободно. И вполне законно. Валентина Левицкая, Ольга Паломарюк, Кирилл Ющишин, Алексей Шматов и Сергей Килимник. Подробности недели телеканал Интер.